доброе утро дорогие друзья сегодня у нас 17 декабря 2015 года в четверг и мы начинаем программу торговый план на виде портале трейдеров utrade tv меня зовут игорь суздальцев ну что начнем с новостей и конечно начнем с главной новости которая вчера произошла и повлияла и еще повлияет конечно на рынке очень сильно это поднятие процентной ставки фрс сша не будем вдаваться в различные категории и так сказать уточнение фитфанс рейд с которой мы обсуждаем поднялись диапазон поднялись уровня 0.25 процента до уровня 0.25 верхняя планка 0.50 процента это важное событие без сомнения давайте обсудим два основных момента которые вчера произошли и так 22 часа по московскому времени вчера мы с вами были в эфире в прямом ставку подняли мы прогнозировали обсуждали вчера что при любом действии фрс эта ставка уже за последние девять лет а девять лет не поднимали ставку фрс сша уже 150 раз продали поэтому как бы высоко ее не подняли то евро все равно пойдет вверх потому что все это давно выкуплено это состоялось евро пошел вверх с уровня там 1.09 30 что-то 1.09 30 он вырос до 1.10 он удавился в 1.10 70 пипсов плановых своих я в том числе заработал потому что я верил в это движение и покупал евро после этого в 22 30 начала выступать председатель фрс джанет елен и очень многое прояснилось в этот момент итоговый слайд в ее презентации наверное это главное ради чего вообще все это происходит они показали дальнейший рост планы по дальнейшему росту ставки и там я сам видел этот график на графике максимальный возможный вероятный рост ставки в 2018 году был 4 процента так по нарастающей все это по годам расписано их план извините с нынешних пол процента до 4 процента в 2018 году через три года то есть это все таки рост в восемь раз так на всякий случай и конечно это сразу поменяла настроение то есть она так уверенно убежденно говорила что такой у нас план как будто уже прямо гарантированно этот план будет осуществляться а естественно евро после этого сразу с 11 часов начал идти вниз и снизился на 160 пипсов и вот сейчас ждет дальнейшего мнения рынка как я оцениваю эту ситуацию очень просто мне вчера вечером стало совершенно очевидно что поднятие ставки на 0 25 это жертва пешки единственное для чего они знают ее не надо поднимать они узнают мировой кризис развивается они знают что ситуация в сша не такая веселая как они хотят показать они сделали с одной целью создать доверие жертва пешки чтобы заманить людей в сильный доллар создать доверие своим дальнейшим словам своему блефу о том что эта ставка будет в таком ритме повышаться эти идеи звучали раньше это не что-то новое просто раньше в это вообще никто не верил никто не обсуждал господи вы 9 лет на 0 25 не можете поднять о чем вы говорите а сейчас они подняли и теперь будут на этот день 16 декабря 2015 года ссылаться еще 9 лет и говорить ну да вот сейчас не подняли но вы помните мы же на самом деле подняли блеф не верю не верю что вообще они будут продолжать поднимать я честно говоря мне было бы интересно посмотреть как они обама уламывали на это поднятие вот то есть уже там наверно все подключились чтобы убедить его что надо пожертвовать пешку что в следующие 9 лет нагонять людей в сильный доллар американцы хотят сильного доллара они хотят паритета это понятно любом учебнике американской по американском по экономике написано сильная экономика равняется сильная валюта национальная плюс слабые налоги вот все в зарубежных учебниках там прямо противоположное потому что задача метрополии нагнать колонии финансовой свою валюту доллар и поэтому цру сша финансирует огромные гранты идут по всему миру всем профессорам по экономике во всем мире идут гранты чтобы они выступали и рассказывали студентам правительству о том что слабая национальная валюта хорошо что она стимулирует обеспечивает рост экономики и прочие глупости которые давно уже стали сто лет назад стали известно что это ложь и у нас есть такие профессора он послушайте профессоров финансового университета некоторых там шмиркины миркины ну то есть там большой вопрос это это люди прямо виновные в обрушении рубля за последние 20 лет прямо виновные потому что всю жизнь выступали а руслан гринберг из академии наук всю жизнь выступал вот упал рубль как классно теперь экономика поднимется и не может 25 лет объяснить почему же она никак не поднимается почему же все рушится коль да потому что сильная рубль в россии как везде в мире сильная национальная валюта основа сильной экономики точка поэтому возвращаемся к теме вчерашнего события суть игры понятно они сделали жертву пешки теперь на этот день будут кивать на это поднятие ставки еще 9 лет и нагонять людей в доллар все понятно будет ли физическое поднятие ставки на самом деле сомневаюсь если будет гораздо в меньших темпах и не факт что будет вообще как вести себя в этой ситуации конечно у американцев информационное преимущество ночью сегодня они будут пиарить все каналы сейчас вызвали всех сми сказали так если меньше 50 процентов времени вы пиарите повышение ставки и ожидаемое укрепление доллара завтра компанию закроем никто не работает в америке это жестко в америке финансовыми рынками руководит одна организация всегда цру сша очень жестко потому что сейчас говорят а почему же цру это же вне сша работает внутри сша операции цру запрещены это было до изобретения интернета сейчас все что говорят американцы во внутренних газетах тиражируется мультиплицируется по всему миру поэтому понятие информационной деятельности внутри сша вне сша давно стерто любое сми американское мощное оно международное все точка поэтому естественно сегодня вчера я думаю еще поставили вчера то у них день был когда это происходило вчера поставили задачи сейчас они кинутся да они доллар смогут укрепить мне кажется даже до паритета смогут но это зависит от того как европейские сми вы начнут выявлять этот блеф понимаете тут зависит от позиции национальных сми каждой страны дали бы мне первый канал я бы там за полчаса бы раскатал бы все это решение и объяснил почему рубль должен укрепляться не падать доллару потому что это на самом деле показатель очень сложной ситуации что они в условиях мирового кризиса поднимают ставку говорит только о том что выхода другого нет кроме как блефовать покер фейс плев чистой воды но смогут ли они нагнать пользуясь своим информационным преимуществом волну в сторону укрепления доллара загнать людей покупки доллара могут мощь есть желание есть и могут запросто поэтому вот сегодня например покупать евро или продавать наверное евро надо продавать господа потому что ну они всего вчера начали я думаю сегодня будут прессовать всех вряд ли вот показать что это признак слабости сша ну где вы об этом скажете кроме трейд тв где вы эту правду скажете вы в россии то нигде не скажете не говоря уже про америка вот поэтому но идем по волне смотрим если американцы будут доминировать продаем евро они судя по всему будут доминировать далее коллеги нефть нефть это самое большое расстройство дня самое большое потому что я думал что о чем-то договорились керри и владимир путин кремле и все-таки нефть будут удерживать на уровне 39 долларов может быть до 40 даже но нет что-то не что-то пошло не так и даже уже не ждут завтрашнего пятничного события где керри и министр иностранных дел лавров встретятся чтобы обсудить судьбу сирии видимо что-то пошло не так вот я вам честно говорю то что мы видим 37 12 по нефти марки бренд и такой тренд явный вниз что-то не вызывает оптимизма поэтому нефть с моей точки зрения мы не знаем причины вот поскольку это тема международная но судя по всему американцы будут продолжать ронять нефть может быть косвенно чтобы укрепить доллар понимаете чтобы из нефти уходили уходили в доллар ну это два так сказать отрицательно корренируемых активы это давно известно вот поскольку но понятно чем тут не будем обсуждать что первичность слабая нефть или сильный доллар они усиливают друг друга чем больше падает нефть тем больше укрепляется доллар и наоборот если доллар укрепляется по любой причине нефть естественно падает цена нефти в долларах поскольку она номинируется в долларах она падает вот нефть самое большое расстройство тоже внимательное если американцы погонят доллар на не наверх то нефть пойдет вниз даже в силу этого обстоятельства разница только будет динамике очень сильно или не очень далее коллеги ну вот я например на мой взгляд эти две новости сейчас являются критически важными чтобы принять решение покупаем доллар и продаем нефть или действуем как-то по-другому что касается вчерашнего дня друзья вчера у фондовый рынок закрылся хорошо индекс ммвб вырос на 0.7 процентов 1754 процента индекс ртс 785 пунктов 0.17 процентов а индекс ммвб 1754 пункта рост 0.7 процента вот доллар рубль к сожалению рубль ослабел вчера к доллару на 40 копеек 70 рублей 34 копейки и евро на 42 копейки 76 рублей 84 копейки возможно ли возможен ли рост фондового рынка сегодня я думаю что вполне вполне но тут уже конечно вчерашнее поднятие ставки и активный пиар укрепления доллара конечно для россии не не выгоден не выгоден это это надо учитывать следующая новость коллеги анонсирую завтрашнюю презентацию алексея штернкукера который будет называться время как с ним работать завтра в 11 часов мы на эту тему поговорим с алексеем сегодня в 13.00 илья коровин опционы пожалуйста ваши вопросы по опционам готовьте можно будет задавать в чате кто не будет не смогут не сможет присутствовать пожалуйста присылайте мне ваши вопросы по имейлу на верху над главным экраном есть email админ собаковой trade.tv по скайпу ну у кого какие контакты со мной есть обязательно присылайте все вопросы зададим потом будет ролик в котором вы эти вопросы ответы или на эти вопросы вы услышите далее коллеги ну что давайте спросим теперь у монеты что она думает насчет что спросим евро или нефть коллеги кому что интересно сегодня не евро интересно и нефть интересно давайте нефть для россии нефть евро шмевро это там они сами разберутся алексей мерзликов пишет нефть согласен согласен алексей я прочитал ваш вопрос потом в 11 отвечу сейчас просто идет официальный эфир все-таки мы собрались поторговать все остальные вопросы потом и так нефть марки бренд покупаем или продаем вы можете загадать свой финансовый инструмент монета подскажет вам направление движения оп ловим смотрим sell показывает монета сегодня к сожалению но вот видите как никак мы не можем с американцами ни о чем договориться к сожалению двигаемся дальше что думают наши эксперты андрей крутецкий рейдер из москвы что думаете нас насчет сегодняшнего дня куда евро пойдет по вашему графику здравствуйте друзья здравствуйте игорь евро пойдет туда же куда ему и нужно было идти и куда мы наметили назначить вот я еще вчера нарисовал если посмотрим вчерашний эфир нарисовал определенные уровни модель по которой следует торговать вот не мудрство и лукаво как говорится и вчерашние новости я слушал с выключенным звуком думаю ну все таки как как же поведет себя евро и так или иначе на уровне 1.10.20 у нас вышел объем вот и потом пошло распределение как по плану все ниже и ниже и мы пробили уровень 1.09.20 вот и на те сегодняшний момент так сказать произошло закрепление закрепление ниже этого уровня значит что следует скорее всего так дождаться 0.09.20 ретеста и продолжить опускаться все ниже к 1.08.00 то есть вы думаете что американская пропаганда и кошмар насчет того что сейчас вот все дальше будет расти ставка рефинансирования до 4 процентов в 2018 году вы считаете что вот эта пропаганда активно она сработает добьется своей цели и обеспечит укрепление доллара да скорее всего вы правы были абсолютно по поводу так сказать предвидения вот но я просто отмечаю то что нам показывает очевидно график то есть у нас было некоторое накопление да некоторое накопление вчера вот мы все думали как же оно разрешится у нас был ложный вынос вверх набор объемов и пошло распределение и тут как бы не мудрство лукаво понятно куда мы идем то есть цель во всяком случае на этом таймфрейме на часовом мы где видим первая цель у нас была достигнута это 1.09.17.20 и вторая цель это нижняя граница баланса 1.08.00 с нулями вот если же мы пробьем дальше ее то есть тут как бы под сомнением два варианта то есть мы набиваем тут объемы набиваем объемы и у нас как бы идет торговля в диапазоне возможно такой вариант возможно то есть тут уже как вы говорили нужно смотреть что нам какую информацию нам будут подавать так сказать и сегодня и на следующей неделе вот тут я с вами абсолютно согласен если же у нас новостной фон будет так сказать по программе то мы опустимся ниже опять же протестируем 1.08 вот и возможно дальше продолжение к нашему минимуму в районе 1.05 50 чуть ниже понятно хорошо то есть такие варианты критический уровень 1.08 вот я его выделяю посмотрим чем закончится сегодня наш второй уровень вот хорошо подтверждение дает индекс доллара то есть видите тоже я даже не исправлял то что мы с вами вчера очертили то есть у нас шло пробитие вот треугольника потом мы его оттестили и вышли к 98.90 и закрепили здесь то есть скорее всего что индекс доллара будет продолжать расти по теории вероятности ясно хорошо нефть легкая опять же не надо было перечерчивать от уровня оттолкнулись и работаем в диапазоне по легкой нефти 37.80 верхняя граница и нижняя граница 34.50 так бренд все то же самое нисходящее движение пока никаких наметок на то что нефть будет расти к сожалению не подтверждается так смотрим ртс сначала давайте ртс значит как мы и намечали что в фокусе рынка объемы которые были так сказать набиты в рынке выше 79.200 и пока они сдерживают рост предполагаю что все таки это объемы достаточно значимые достаточно значимые и скорее всего что мы пробьем поддержку скорее всего что тут лимитный игрок стоит в рынке 77.600 скорее всего что мы будем пробивать этот уровень и тестить нижние границы нижний уровень 75.800 вот у меня такое предположение так и си си часовый график пытались сдержать рубль сишку 72.300 72.400 до 72.500 ну что я смотрю сегодня что у нас творится на межбанке просто посмотреть секундочку вот наша утренняя свечка вот видно да первый график вот до открытия рынка пошли выше а где это вообще и торговля-то идет такая это форекс а я понял это форекс это вчерашний у нас расколбас какой и с утра пошли выше-выше и вышли выше максимума я понял просто не проси проси говорите я понял это пара доллар-рубль но так или иначе у нас сишка откроется скорее всего с гэпом вверх мое такое предположение не мудрство глукаво как говорится предполагаю движение к далеким звездам все выше и выше хотя сегодня у нас будет встреча с президентом в 12 часов но посмотрим как как будет руководить движением национальной валюты умело наш президент хорошо увидим да спасибо андрей золото народ пишет давайте золото еще посмотрим золото пытался но у меня что-то сбой какой-то золото почему-то почему-то у меня график завис и к сожалению не могу на сегодня представить золото постараюсь завтрашнему дню с этим разобраться вот и завтра мы уже осветим спасибо 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 большое андрей удачи вам сегодня на рынке всего доброго удачи друзья спасибо ну что друзья я смотрю что нас обратите внимание каждый день нас более двухсот человек на торговом плане и это хорошо юрий чебатарев доброе утро что думаете по рынку сегодня как вам вчерашняя реакция доброе утро доброе ну я очень хорошо отношусь у меня тут уже арбитражи в плюс выскочили некоторые хотя в общем-то очень мало денег пока еще вложено но тем не менее ну вообще-то так сказать я конечно удивлен вчерашними некоторыми нашими прогнозистами которые прогнозировали резкое движение евро к уровню 1.14 я что-то очень сразу засомневался в этом вот ну а в целом я конечно согласен с вами что будут сейчас прессовать весь мир по поводу того что нужно вкладываться в американскую экономику вот ну а что там будет дальше будет это просто муляж некий как вы говорите о том что такая сильная экономика либо это будет на самом деле это мы посмотрим вот мир случайный тут понимаете говорить о том что будет через полгода или год очень сложно но тенденцию тенденция сейчас понятна вот она будет на то чтобы доллар укрепить и считать что это самая ну сильная валюта понятно вот да я еще хочу сказать что вот такой мы я думаю что мы можем в ближайшее время увидеть валютные войны то есть вот страны брикса они первые попадут под нож повышение ставки и валюты этих стран они будут девальвироваться очень сильно понятно ну в общем на ваш взгляд как наверное не стоит в этом случае трепыхаться раз уже попали под сильный трактор такой под тяжелый трактор может быть действительно уже идти в сторону укрепления доллара покупать доллара относительно всех активов да и все и зарабатывать на этом что уж тут у вас такая история как я считаю что те кто построил диверсифицированную экономику те страны они спокойно все это переживут без проблем а страны которые построили которые сидят на сырьевой игле вот они конечно попадут под раздачу трактора без проблем все я понял то есть покупаем си и не мудрствуем да спасибо вам огромное удачи на рынке сегодня спасибо до свидания до свидания ну что друзья дополню только слова Юрия Чеботарева о том что мир случайен своим мнением я полностью фразу звучит так мир случайен а подлючесть американцев постоянно поэтому понятно они опустят весь мир чтобы укрепить доллар тут их бабки не ходи напоминаю только что сегодня экономический календарь содержит несколько интересных новостей например 12.30 по Великобритании объем розничных продаж 16.30 индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии которые тоже могут повлиять на рынки сегодня рынки открываются будьте бдительны всем удачи ветерного банка 27.30 взрослых а plum